В декабре 1804 года в соборе Парижской Богоматери Наполеон Бонапарт короновал себя императором французов. Европа никогда не видела такого внезапного и удивительного прихода к власти. От сына обедневших корсиканских дворян до военного диктатора Франции чуть более чем за 10 лет. Революция и война расчистили Наполеону путь к трону. Война будет доминировать в его десятилетнем правлении. Беспрецедентный конфликт в истории, который приведет к гибели миллионов людей и потрясению на континенте. Прошло 8 месяцев после коронации Наполеона. Французская империя и ее испанский союзник находились в состоянии войны с Великобританией. И Наполеон собрал армию в 180 тысяч человек вдоль побережья Ла-Манша. Но пока британский королевский флот доминировал на море, вторжение было невозможно. Но и Британия не могла бросить вызов Франции на суше. И вот британский премьер-министр Уильям Питт попытался создать европейскую коалицию против Наполеона, используя дипломатию и золото. Британия окажется самым стойким врагом Наполеона, а ее пресса будет наслаждаться безжалостным издевательством над французским императором. Великобритания и Франция были давними соперниками, как в Европе, так и за рубежом. Но теперь Питт опасался, что завоевание Наполеона сделали Францию слишком могущественной. Французский император должен был быть побежден, а баланс сил в Европе восстановлен, если когда-нибудь наступит прочный мир. Питт нашел добровольных союзников в Европе, среди монархов, которые презирали Наполеона, как продукт французской революции и опасную угрозу существующему порядку. Австрия питала самые глубокие обиды, видя, как ее влияние в Германии и Италии неуклонно подрывается победами Франции. Последней каплей стал май 1805 года, когда Наполеон также короновал себя королем Италии в Милане. Австрия, Россия, Швеция и Неаполь присоединились к Великобритании в Союзе, известном как Третья Коалиция, и разработали амбициозный план серии совместных наступательных операций против Франции. Главный удар будет нанесен объединенной австрорусской армии, наступающей через Рейн во Францию. Но Наполеон узнал об их планах заранее и отреагировал с неимоверной быстротой и храбростью. Он был полон решимости нанести удар первым, прежде чем союзники смогут объединить свои силы, и приказал своей армии, теперь переименованной в Великую Армию, выступить маршем к реке Рейн. Его целью была австрийская армия генерала Мака, которая предприняла преждевременное наступление на Баварию, союзницу Франции, и теперь была опасно изолирована от других союзных армий. Наполеон приказал маршалу Мюрату, своему знаменитому яркому командиру кавалерии, совершать ложные атаки через Шварцвальд, в то время как остальная часть его армии, быстро продвигаясь, окружила бы армию Мака с севера. Тем летом Великая Армия Наполеона была самой грозной. Хорошо обученная, высоко мотивированная, ее полки были в полном составе. Более того, она была недавно реорганизована в соответствии с системой корпусов, которые позже подражали практически все армии мира. Каждый корпус, которым командовал маршал, представлял собой мини-армию численностью от 15 до 30 тысяч солдат, со своей пехотой, кавалерией, артиллерией и поддержкой, состоящей из разведчиков, инженеров и транспорта. Это означало, что каждый корпус мог маршировать и сражаться в течение ограниченного времени независимо, что позволило Наполеону порвать со старой доктриной сосредоточение всей армии и наступать со своими корпусами, широко рассредоточенными по местности. Это помогало скрыть его реальную цель и увеличивало скорость передвижения, потому что армия могла продвигаться по нескольким дорогам и жить за счет земли, забирая свои припасы из множества деревень, а не полагаться на медленно движущиеся фургоны с припасами. Когда основные силы противника были бы замечены, армия могла быстро сосредоточиться для сражения. Именно так армия Наполеона могла двигаться со скоростью, которая часто удивляла и дезориентировала его врагов. Маг не осознавал, в какой опасности он находится, пока не стало слишком поздно. Быстроходная армия Наполеона переправилась через Дунай позади него и окружила его армию. Маг предпринял серию плохо скоординированных контратак, но, несмотря на отчаянные бои, австрийцы не смогли вырваться из ловушки. Маг отчаянно надеялся, что русская армия Кутузова сможет прибыть вовремя, чтобы спасти его, но русские все еще были в 260 километрах отсюда. И вот в Ульме 19 октября, всего через 6 недель после начала войны, Маг сдался вместе со своей армией Наполеону. Французы взяли почти 60 тысяч австрийских пленных, и Наполеон нанес свой первый сокрушительный удар по коалиции. Русский генерал Михаил Кутузов был опытным и осторожным командиром, более осторожным, чем Маг. Его армия была истощена после марша длиной в полторы тысячи километров из России. Но, услышав о капитуляции Австрии в Ульме, и зная, что он недостаточно силен, чтобы противостоять Наполеону в одиночку, он немедленно приказал отступить. Наполеон начал преследование. Русские провели несколько опасных арьегардных боев, но не смогли спасти столицу Австрии Вену, которую французы заняли 12 ноября. Кутузов ускользнул в Ольмюц, где к нему присоединились подкрепления, а также император России Александр и император Австрии Франц лично. Наполеон был взбешен тем, что Кутузов сбежал. К этому времени его армия тоже была истощена и находилась далеко от дома, приближалась зима. Ему нужно было быстро навязать генеральное сражение. К счастью для него, самоуверенный 27-летний российский император стремился к военной славе, игнорируя опасения своего командира-ветерана генерала Кутузова. При приближении армии союзников, Наполеон приказал своим корпусам быстро объединиться на поле боя, которое он тщательно выбрал, недалеко от города Аустерлиц. Наполеон наблюдал за диспозицией своей армии до поздней ночи, а затем поспал несколько часов у походного костра. Рассвет ознаменует первую годовщину его коронации в качестве императора и обещает битву, которая создаст или разрушит его молодую империю. Всем привет! Это канал Эпичная История. Из-за событий в Украине недавно YouTube отключил монетизацию в России. Это означает, что наши доходы сильно сократятся. Мы никогда не делали рекламы, до сих пор полагались только на доходы канала, однако производство видео – дорогостоящий процесс. Вы можете поддержать нас донатом через DonatePay, сбор Тиньков или в Телеграм-канале. Возможно, сам YouTube будет заблокирован в России. Поэтому настоятельно просим перейти по ссылкам в описании или в закрепленном комментарии и подписаться на наш Телеграм и ВКонтакте, чтобы быть в курсе событий. Скоро каналу исполняется два года. Это было самое интересное, чем нам приходилось заниматься. У нас еще есть проекты, которые хочется реализовать. Спасибо за то, что вы с нами. Утро 2 декабря 1805 года было холодным и ясным, с густым туманом. Две армии почти одинакового размера столкнулись друг с другом на поле боя шириной 11 километров. Но союзники удерживали працинские высоты. В то время как французский 3-й корпус под командованием маршала Даву все еще маршировал на поле боя. Видя тонко растянутый правый фланг Наполеона, союзники планировали крупномасштабную атаку с працинских высот, чтобы нанести удар по французам справа, а после повернуть направо и ударить по основным силам Наполеона. Но они не знали, что Наполеон рассчитывал на то, что его слабое правое крыло заманит союзников в ловушку, после чего он начнет свою собственную атаку на працинские высоты, чтобы разделить армию союзников пополам. Его смелый план основывался на правильном прогнозировании действий союзников, быстром прибытии 3-го корпуса Даву на правый фланг и идеально рассчитанной контратаке. Сражение началось около 7 утра, когда австрийские войска авангарда генерала Кинмайера столкнулись с французскими войсками, защищавшими деревню Тельниц. Перед лицом превосходящих сил французы сражались упорно и храбро, но постепенно они были вынуждены отступить. Но союзники, вместо того, чтобы провести свою великую охватывающую атаку, ничего не сделали. Утренний туман и позднее поступление приказов привели к путанице и задержкам, и прошел еще час, прежде чем первые 3 союзные колонны двинулись в путь. Вскоре ожесточенные бои разгорелись вокруг деревни Сокольниц и замка. Корпус маршала Даву, который только что форсированным маршем прошел 110 километров за 2 дня, теперь прибыл для усиления французского правого фланга. Около 9 утра его ведущая пехотная бригада внезапно появилась из тумана и отбила Тельниц, перед тем, как австрийские гусары в свою очередь отбросили его назад. Остальные 2 бригады Даву усилили французские войска в Сокольнице. Когда туман начал рассеиваться, Наполеон увидел, что левый фланг союзников, как он и надеялся, отходит с працанских высот и он приказал 4-му корпусу маршала Сульта начать атаку. К тревоге союзных командиров две французские пехотные дивизии, до сих пор скрытые туманом, внезапно были замечены продвигающимися прямо к центру союзников. Генерал Кутузов был вынужден спешно организовать оборону высот с использованием войск 4-й колонны. Последовали два часа кровавых боев. Мушкетный огонь был таким быстрым и яростным, что у обеих сторон вскоре закончились боеприпасы и они перешли на штык. К одиннадцати часам утра французы, имея преимущество в подготовке и дисциплине, закрепились на высотах и вбили глубокий клин в позиции союзников. На севере развернулось гигантское кавалерийское сражение. В то время как русские войска из авангарда генерала Багратиона захватили деревню Босинец, прежде чем они были остановлены пушечным огнем с холма Сантом. Решительная атака шести полков французской тяжелой кавалерии наконец отбросила союзников, позволив пятому корпусу маршала Ланна продвинуться вперед и захватить Глазовец и Крюк. Теперь великий князь Константин, командовавший российской императорской гвардией, повел вперед этот последний резерв союзников в отчаянной попытке вернуть працанские высоты. Батальон французского 4-го линейного полка был атакован русской гвардейской кавалерией, которая потеряла свой штандарт с Орлом в кровавом бою. Наполеон, поднявшись на высоты, послал туда свою собственную гвардейскую кавалерию. В этой мрачной схватке между элитными всадниками обеих армий французы наконец одержали верх. Наполеон разбил союзный центр. Теперь нужно захлопнуть ловушку на левом фланге союзников, все еще охваченных тяжелыми боями вокруг Сокольница. Около двух часов дня Наполеон приказал четырем дивизиям повернуть на юг и отрезать им путь к отступлению. Генерал Букс-Гевден, командовавший левым флангом союзников, только теперь увидел, в какой опасности он находился. Атакованный с трех сторон, единственный выход был на юг. Многие из его войск были вынуждены бежать через замерзшие пруды. Французская артиллерия открыла огонь, пытаясь разбить лед своими пушечными ядрами. Около двухсот человек и десятки лошадей утонули в ледяной воде. Но не тысячи, как утверждала пропаганда Наполеона. Французский император одержал блестящую победу. Его армия взяла в плен более десяти тысяч солдат и захватила 45 вражеских штандартов. Тысячи убитых и раненых со всех сторон усеивали поле боя. Многие из них оставались лежать на месте в течение нескольких дней. Битва трех императоров, как ее назовут, стала сокрушительным ударом по третьей коалиции. Когда российские войска отступили обратно в Россию, Франц первый был вынужден согласиться на унизительный мир с Францией, по которому Австрия обязалась выплатить компенсацию в размере 40 миллионов франков и уступить свои южные земли в обмен на мир. В это же время до Наполеона дошла весть о катастрофическом франко-испанском поражении на море у мыса Трафальган. Британский адмирал Лорд Нельсон ценой собственной жизни одержал столь полную победу, что она закрепила британское морское господство не только на оставшуюся часть войны, но и на следующие 100 лет. Британия – владыка моря, Наполеон – непобедимый на суше, кит и слон, ни один из которых не может бросить вызов другому в своих собственных владениях. Когда Вильям Питт получил известие о победе Наполеона при Аустерлице, он сказал, сверните эту карту Европы, следующие 10 лет она не понадобится. Месяц спустя Питт скончался, но его предупреждение о том, что Европе предстоит еще 10 лет войны и потрясений, окажется пророческим. В декабре 1805 года в битве при Аустерлице Наполеон Бонапарт, император Франции, одержал сокрушительную победу над объединенными силами Австрии и России. Наполеон теперь доминировал в Европе. Он мог делать все, что посчитал бы нужным. В феврале 1806 года он послал армию во главе с маршалом Массена, чтобы свергнуть короля Неаполя, который осмелился встать на сторону врагов и вместо него посадил на трон собственного брата Жозефа. Другой брат, Людовик, стал королем Голландии. Его немецкие союзники, Бавария и Вюртенберг, были возведены в статус королевств. В то время, как Наполеон провозгласил себя защитником Рейнского союза, нового объединения германских государств, которое должно было пополнить его армию 60 тысячами военнослужащих. В знак признания новой реальности, император Австрии Франц официально распустил Священную Римскую империю, основанную Карлом Великим тысячу лет назад, ныне находящуюся без влияния и целей. Австрия была унижена, Франция оставалась в состоянии войны с Великобританией, Швецией и Россией. Но летом 1806 года все взоры были прикованы к Пруссии. Фрусский король Фридрих Вильгельм III относился к Наполеону с глубоким недоверием и собирался присоединиться к коалиции против него, когда пришло известие о ее катастрофическом поражении при Аустерлице. На него сильно повлияла его жена, знаменитая и популярная королева Луиза, которая ненавидела Францию и Наполеона. Она возглавляла влиятельную партию войны при Прусском дворе. Ситуация обострилась в Ганновере, немецком государстве, которое принадлежало британскому королю Георгу III. Оно было оккупировано французами и передано Наполеоном Пруссии в качестве компенсации за другие территориальные изменения. Теперь пруссаки узнали, что Наполеон тайно предложил вернуть Ганновер Британии в обмен на мир. Советники Фридриха убедили его, что война единственный достойный путь. Но затем Пруссия допустила основную стратегическую ошибку, отправив ультиматум Наполеону, не посоветовавшись со своими новыми союзниками по четвертой коалиции. Их силы были слишком далеко, чтобы помочь Пруссии, которая теперь столкнется с великой армией Наполеона, имея в качестве поддержки только небольшое государство Саксония. В 1806 году прусская армия имела грозную репутацию с 50-х годов прошлого века со времен правления Фридриха Великого. Наполеон, изучавший историю, относился к ней с уважением. Но армии Пруссии было позволено почивать на лаврах. Ее генералы были старыми, ее штабной работе мешали бюрократия и личное соперничество. Ее движения были неповоротливы и предсказуемы. Однако на прусских солдат можно было положиться в сражении со всей гордостью и решимостью, в то время как прусская кавалерия считалась одной из лучших в Европе. В октябре 1806 года Наполеон вторгся в Саксонию с армией в 166 тысяч человек и 256-ю орудиями. Продвигаясь тремя колоннами, французы пересекли горные леса Тюрингии по дорогам, тщательно разведанным разведчиками и шпионами. Наполеон намеревался угрожать Лейпцигу и вступить в решающую битву с прусской армией, которая, как он полагал, находилась близ Геры. На самом деле пруссаки находились дальше на западе, сосредоточившись близ Эрфурта на западном берегу реки Зале. Немецкий командир, герцог Брауншвейгский, надеялся зайти с фланга наступающей армии Наполеона. Но сбитый с толку скоростью французов, он теперь приказал отступить на север, чтобы найти новую линию обороны. 10 октября в Зоальфельде 5-й корпус маршала Ланна столкнулся с прусским авангардом, которым командовал принц Людвиг Фридрих, двоюродный брат короля. Прусские войска были разбиты, а сам принц Людвиг убит в бою с квартирмейстером французского 10-го гусарского полка. Три дня спустя Ланн заметил крупные прусские силы близ Йены и послал известия Наполеону. Французский император, полагая, что он нашел главную прусскую армию, быстро отдал приказ своей армии сосредоточиться для сражения у Йены. первой корпус Бернадотта и третий корпус Даву должны были пересечь Зали и обрушиться на прусский фланг севера. Но Наполеон ошибся. Ланн столкнулся с 35-тысячным прусским ариегардом под командованием генерала Гагенлоэ. Главная прусская армия 52-тысячи человек под командованием герцога Брауншвейгского находилась дальше на севере, двигаясь прямо по пути 3-го корпуса Даву. Битва при Йене началась в 6.30 утра 14 октября в густом тумане. 5-й корпус маршала Ланна уже закрепился на плато к западу от города и реки. Его первой задачей было отпросить пруссаков и освободить место для развертывания остальной французской армии. Пехота пошла в атаку и ожесточенные бои развернулись за деревни Коспеда, Клозвиц и Люцерода. Тем временем 7-й корпус Ажиро продвигался через овраг выходя на плато на левом фланге Ланна. В то время как 4-й корпус Сульта поднимался по крутым тропам чтобы развернуться справа от него. Наполеон присоединился к Ланну в центре поля боя организовав батарею из 25 орудий для поддержки атаки на Ферценхайлиген. Деревня была захвачена но затем пришлось отступить под натиском решительной прусской контратаке. Справа около 10 утра пехота Сульта заняла Клозвиц но была контратакована на своем правом фланге возле Рёдигена. Решительная атака легкой кавалерии Сульта отбросила пруссаков разгромив их пехоту и захватив два вражеских штандарта. Когда 6-й корпус начал подходить на плато его бесстрашный но стремительный командир маршал Ней проигнорировал приказы и бросился в бой вокруг Ферценхайлигена на короткое время оказавшись отрезанным прусской контратакой и его пришлось спасать гвардейской кавалерии. Генерал Гагенлоэ ожидал прибытия еще 15 тысяч солдат под командованием генерала Рюхеля в любой момент. До тех пор он в основном бездействовал укрепляя свою линию обороны и приказывая совершать ограниченные контратаки но у него не было на это времени. Наполеон начал атаку всего с 25 тысяч человек к 12-30 постоянный поток подкреплений довел его численность до 96 тысяч человек. Когда император проезжал мимо имперской гвардии один молодой солдат жаждущий быть посланным в бой крикнул вперед. Наполеон остановился и потребовал показаться того кто говорил затем упрекнул солдата в его неопытности юноша не должен давать советов пока он сам не победит в 30 сражениях. Однако момент настал хотя гвардия к ее разочарованию оставалась в резерве другим французским корпусам было приказано двигаться вперед в общей атаке прусской армия начало сдавать позиции сначала она сохраняла дисциплину но затем распалась в общем беспорядке кавалерия мюрата бросилась в погоню сбивая и убивая саблями сотни бегущих пруссаков 2 дивизии генерала Рюхеля наконец прибыли в самый неподходящий момент они ненадолго задержали продвижение 5-го корпуса но вскоре были обойдены с фланга разбиты пушечным огнем и атакованы французскими кирасирами тем временем в 20 километрах к северу близ Аурштетта маршал Даву двигался на юго-запад ожидая обрушиться на прусское левое крыло у Йены вместо этого он столкнулся с главной прусской армией герцога Брауншвигского направлявшийся на север чтобы занять новые позиции третий корпус Даву насчитывающий 27 тысяч человек и 48 орудий должен был столкнуться с армией вдвое больше в то время как первый корпус Бернадотта которому было приказано поддерживать Даву нигде не было видно Даву прозванный железным маршалом не выказывал никаких признаков тревоги он сформировал свою первую дивизию в оборонительную линию с центром в деревне Хассенхаузен а его пехота построилась в Каре чтобы отразить серию кавалерийских атак авангарда генерала Блюхера две другие его пехотные дивизии прибыли чтобы укрепить линию обороны крабро отражая непрекращающиеся атаки противника однако прусское продвижение было медленным и плохо скоординированным они не использовали свое численное преимущество чтобы попытаться обойти Даву с флангов в решающий момент герцогу Брауншвегскому попали пулей в глаза рано оказалось смертельной командование принял сам король Фридрих Вильгельм несколько прусских частей остались без поддержки но король убежденный что он столкнулся с главной французской армией под командованием Наполеона колебался около 12.15 маршал Даву контратаковал русская армия развернулась и бежала Даву одержал ошеломляющую победу несмотря ни на что но дорогой ценой его корпус понес 25% потерь каждый четвертый был убит или ранен в то время как прусаки понесли вдвое больше потерь когда до Наполеона дошла весть о том что маршал Даву вступил в бой и разгромил главную прусскую армию он сначала отреагировал с недоверием а затем осыпал похвалами железного маршала а позже присвоил ему титул герцог Ауверштетта маршала Бернадотта напротив чуть не предали военному трибуналу за то что не поддержал Даву Армия Наполеона начала искусное преследование разбитых пруссаков не давая им времени восстановить свои силы через две недели после двух сражений при Йене Аурштетте войска Наполеона во главе с героическим третьим корпусом Даву вошли в Берлин на следующий день генерал Гагенлоэ сдался в Пренцлау в Любике генерал Блюхер и 20 тысяч пруссаков были изгнаны из города в тяжелых боях и вынуждены капитулировать в то время как 25 тысяч пруссаков осажденных в Магдебурге сдались маршалу Нею армия Пруссии была разгромлена наполеоновским Блицкригом Всего за 33 дня Пруссия потеряла 20 тысяч убитыми 140 тысяч попали в плен 800 орудий и 250 штандартов было потеряно Это было унижение которое гордые пруссаки такие как генерал Блюхер не могли не забыть не простить В отличие от Саксонии король Фридрих Вильгельм отказался заключить мир с Наполеоном Он продолжал держаться в Восточной Пруссии веря что приближающиеся русские армии спасут его королевство Несмотря на еще одну славную победу Наполеона и Великой армии война еще не была выиграна За неделю до Рождества 1806 года французский император Наполеон Бонапарт прибыл в польский город Варшаву тогда входивший в состав Пруссии Прошел год с тех пор как он одержал великую победу над австрийцами и русскими при Аустерлице и два месяца с тех пор как он разбил Пруссаков при Йене Но у России все еще были мощные силы на поле боя Самой важной из которых была русская первая армия которой командовал генерал Бениксен Наполеон не станет хозяином Европы пока она не будет побеждена а Россия и Пруссия не будут вынуждены заключить мир Но той зимой первая попытка Наполеона заманить Бениксена в ловушку близ Пултуска увязла в густой польской грязи Русские отступили в Белосток Французской армии полуголодной и замерзшей было приказано разместиться на зимних квартирах Находясь в Варшаве Наполеон завел знаменитый роман с молодой польской дворянкой Марией Валевской В конце 18 века некогда могущественная Речь Посполитая была поглощена своими соседями Россией Австрией и Пруссией в результате серии аннексий известных как разделы Пока в 1795 году третий и последний раздел не стер Польшу с карты Теперь польские патриоты смотрели на Наполеона как на своего спасителя молясь чтобы его победы над оккупантами привели к возрождению польского государства Мария Валевская стала любовницей Наполеона чтобы способствовать этому делу Простые французские солдаты однако мало любили Польшу Она была нищей холодной и они скучали по дому Показатели дезертирства резко выросли Было даже около ста случаев самоубийства Маршал Ней командующий шестым корпусом направил патрули в сторону Гельсберга в поисках лучшего жилья То что они обнаружили были русские и прусские солдаты в движении Они наткнулись на неожиданную зимнюю атаку Бениксена Наполеон быстро устроил ловушку для русской армии приказав Нею и Бернадоту отступить и заманить Бениксена на запад в то время как он повел остальную армию на север чтобы напасть на его фланг и тыл Но русские захватили французского курьера доставлявшего приказ императора маршалу Бернадоту Бениксен теперь предупрежденный о ловушке вступив в серию арьегардных стычек с преследующими французами Но он отказался сдать город Кенигсберг без боя и развернулся чтобы дать бой при Эйлау Битва при Эйлау длившаяся более двух дней была одной из самых жестоких наполеоновских битв велась в ледяных условиях и ни одна из сторон не отступила Седьмой корпус маршала Ажиро наступавший перед лицом снежной бури сбился с пути и был рассеян огнем русских пушек Пять французских орлов были потеряны Армия Наполеона была спасена только разрушительной массированной кавалерийской атакой в 10 тысяч всадников возглавляемой бесстрашным маршалом Мюратом и запомнилась как одна из величайших кавалерийских атак в истории При Эйлау впервые в качестве императора Наполеону не удалось одержать явную победу на поле боя он и русские скрыли истинный масштаб своих потерь но по оценкам обе стороны потеряли в этой бойне треть своих армий после ужасов после ужасов 7 мая прусский гарнизон сдался северный морской фланг Наполеона был теперь защищен от любой возможной высадки русских французский император теперь командовал армией численностью 190 тысяч человек против всего 115 тысяч русских и прусских войск но именно Бениксен двинулся первым начав внезапную атаку на 6-й корпус Нея 5-го июня Ней провел блестящий боевой отход и отступил Бениксен потерял элемент внезапности и с наступлением Наполеона снова отступил 4 дня спустя в Гейльсберге французы потеряли 10 тысяч человек в неудачной атаки на прусские укрепления но русские продолжили отступление на следующий день Наполеон думал что Бениксен направится на север к Кенигсбергу но вместо этого он отступил на северо-восток держась восточного берега реки Алле поэтому когда армия Наполеона двинулась на север резервный корпус маршала Ланна на его правом фланге в следующий раз столкнулся с русской армией близ небольшого городка Фридланд Ближе к вечеру 13 июня русские кавалерийские разведчики сообщили генералу Бениксену что они обнаружили один французский корпус во Фридланде Бениксен решил что у него есть время пересечь реку Алле и разбить этот изолированный корпус прежде чем остальная французская армия сможет прибыть чтобы спасти его и он приказал своей армии начать форсирование реки маршал Ланн командовавший 16 тысячами человек и противостоявший 46 тысячам русским отправил срочное сообщение Наполеону о том что он подвергается нападению со стороны главной русской армии затем он провел искусную задержку скрыв слабость своих сил за большим количеством стрелков постепенно уступая позиции врагу Ланн все еще сдерживал русских даже когда стемнело в ту ночь русские инженеры построили три понтонных моста во Фридланде чтобы ускорить перемещение войск через реку но Бениксен шел на огромный риск если бы это переросло в крупное сражение его армии пришлось бы сражаться спиной к реке а крутые берега мельничного ручья отделяли ее левое крыло от правого Бениксен также сильно недооценил скорость с которой отреагирует великая армия Наполеона в ту же ночь прибыло первое французское подкрепление сам император не сильно отставал а к рассвету 14 июня около 40 тысяч русских переправились на западный берег реки Алле Бениксен приказал атаковать деревню Хайнрихсдорф чтобы обойти французов с левого фланга но подкрепление французской кавалерии во главе с генералом Груши перехватило русских более чем за час атак и контратак французские всадники наконец отбросили русских назад восьмой корпус маршала мартье прибыл для усиления французского центра в сортлокском лесу элитная гренадерская дивизия генерала Удино упорно сражалась против левого крыла князя Бакратиона но русские превосходили ее численностью и постепенно оттесняли Около полудня в знойный день прибыл сам Наполеон Вскоре за ним последовал первый корпус под командованием генерала Виктора заменивший раненого маршала Бернадотта а также шестой корпус Нея и императорская гвардия под командованием маршала Бесьера Дата 14 июня имела особое значение для Наполеона Это была седьмая годовщина его великой победы над австрийцами Примаренго Хорошее предзнаменование заявил он Затем в сражении наступило затишье так как Наполеон оценивал ситуацию Он увидел опасное положение Бениксена и отдал приказ атаковать чтобы воспользоваться им Тем временем Бениксен которого в течение всего дня мучило плохое самочувствие увидел что теперь он столкнулся со всей мощью армии Наполеона и отдал приказ об отступлении Но прежде чем Бениксен смог начать отступление в 5 30 вечера три залпа из французских орудий возвестили о начале атаки Наполеона ее возглавлял шестой корпус Нея на правом фланге который первым очистил Сортлакский лес от пехоты Багратиона поднялся как только войска Нея вышли из-под прикрытия деревьев они попали под сильный огонь русских пушек на другом берегу реки когда наступление французов пошатнулось князь Багратион собрал своих людей и начал кавалерийскую контратаку корпус Нея отступил но теперь первый корпус генерала Виктора подошел слева командующий артиллерией генерал Синармон выдвинулся вперед с 30 орудиями и выстрелом в упор расстрелял русских Сотни русских были убиты в течение нескольких минут Под этим натиском люди Багратиона начали колебаться а затем отступать Около 7 часов вечера Российская Императорская гвардия предприняла отчаянную контратаку пытаясь остановить наступление французов на Фридланд но они были в меньшинстве и противник превосходил их в вооружении Как только взрывающиеся снаряды начали разжигать пожары во Фридланде французский центр и левое крыло присоединились к атаке Когда единственный путь отступления оказался под угрозой вся русская армия начала паническое отступление к реке Но дома и мосты Фридланда теперь горели город стал смертельной ловушкой для русских Многие утонули пытаясь пересечь реку другие были убиты или захвачены в плен К северу от Фридланда некоторым подразделениям удалось переправиться через брод или вдоль берега реки Но не было никакой возможности скрыть ужасное поражение русских Битва при Фридланде была одной из самых решающих побед в карьере Наполеона Ценой 10 тысяч жертв он нанес вдвое больше потерь русским около 20 тысяч человек убитыми ранеными или взятыми в плен 40% армии Бениксена на следующий день пруссаки покинули Кенигсберг который был занят четвертым корпусом Сульта в то время как разбитая армия Бениксена отступила через реку Неман в Россию советники царя Александра умоляли его заключить мир с Наполеоном он принял их совет и было достигнуто соглашение о прекращении огня Александр и Наполеон впервые встретились на плоту посреди реки Неман недалеко от Тильзита и сразу же нашли взаимопонимание Тильзит оказался одним из величайших дипломатических саммитов в истории поскольку два императора чествовали друг друга в течение нескольких дней устраивая банкеты парады и концерты а затем обсуждали дела до поздней ночи завязалась своего рода дружба в то время как бывший союзник России король Пруссии Фридрих Вильгельм остался в стороне и именно Пруссия больше всего пострадала из-за Тильзитского договора подписанного две недели спустя была отнята треть территории Пруссии чтобы создать новое королевство Вестфалия которым будет править 22-летний брат Наполеона Жером и герцогство Варшавское которым будет править король Саксонии что как надеялись польские патриоты станет ступенькой на пути к их собственному государству польские войска были набраны в великую армию а польские Уланы даже вошли в элитную императорскую гвардию Наполеона Россия оставалась только отказаться от Ионических островов так как Александр принял союз с Наполеоном по факту оставив французского императора хозяином Европы Александр даже согласился присоединиться к континентальной блокаде экономической блокаде Великобритании Наполеоном которое запрещало британским кораблям и товарам заходить во все контролируемые Франции порты Эта система была создана прошлой зимой берлинским декретом Наполеона Наполеон надеялся что перекрыв британскую торговлю с Европой он вызовет финансовый хаос и политическое потрясение в Британии что позволит ему заключить благоприятный мир Была только одна проблема континентальная блокада не работала Мало того что было невозможно обеспечить соблюдение блокады повсеместно распространилась контрабанда Эта система нанесла такой же ущерб французской торговли как и британской решающим оружием в этой экономической войне окажется британский королевский флот который тем летом обеспечил свое дальнейшее морское господство нанеся упреждающий удар по нейтральному датскому флоту в Копенгагене захватив их военные корабли до того как они могли попасть в руки Наполеона Эскадры Королевского флота блокировали все крупные французские порты захватывая любые суда торгующие с Францией обеспечивая при этом британским торговцам возможность продолжать торговлю за рубежом в относительной безопасности Военно-морской флот даже захватил крошечный датский остров Гельгаланд в качестве базы для контрабанды британских товаров в Европу Но самым катастрофическим для Наполеона было то что континентальная блокада втянула его в два конфликта которые оказались губительными для его империи Первый будет вестись на Пиренейском полуострове где Наполеон решил заставить союзника Великобритании Португалию присоединиться к континентальной блокаде В ноябре 1807 года французские войска при поддержке своего испанского союзника вторглись в страну Португальская королевская семья бежала в свою колонию Бразилию так как французы оккупировали Лиссабон без боя Все выглядело так будто Наполеон одержал еще одну легкую победу Но война на полуострове только начиналась Осенью 1807 года французский император Наполеон Бонапарт правил Европой Он усмирил Австрию и Пруссию и заключил союз с Россией Из крупных держав только Британия все еще бросала ему вызов защищенная от вторжения благодаря своему мощному флоту Наполеон приказал всей территории контролируемой Францией или ее союзниками прекратить торговлю с Великобританией так называемая континентальная система или блокада призванная разрушить экономику Великобритании и заставить ее правительство заключить мир Но нейтральная Португалия продолжала торговать со своим историческим союзником Британией Поэтому Наполеон послал армию под командованием генерала Жюно чтобы оккупировать страну и заставить ее подчиниться Вторжение было поддержано союзником Франции и Испанией Хотя втайне Наполеон презирал испанских правителей Королевская семья Бурбонов была декадентской и коррумпированной Король и наследный принц ненавидели друг друга В то время как страной фактически управлял главный министр Мануэль Гадой фаворит королева Испания делал вывод Наполеон была отсталой слабой в военном отношении и некомпетентно управляемой Тогда он разработал план захвата контроля над страной Весной 1808 года под предлогом защиты Испании от англичан французские войска заняли стратегические позиции по всей стране Испанский народ воспринял французское военное присутствие как последнее в длинной череде унижений и возложил ответственность за это на главного министра Мануэля Гадоя Во дворце Аранхуэса произошли беспорядки Гадоя чуть не линчевали Наполеон пригласил испанскую королевскую семью и Гадоя укрыться во французском городе Байона и послал маршала Мюрата и 50 тысяч солдат для восстановления порядка в Мадриде Но 2 мая 1808 года жители Мадрида подняли восстание против солдат Мюрата Оно стало известно как восстание Дос де Майо увековеченное художником Франсиско Гойи На этой сцене изображены мамилюки императорской гвардии Наполеона атакованные жителями Мадрида Погибло 100 солдат Французы ответили безжалостно расстреляв десятки людей на улицах и казнив еще более сотни Тем временем в Байоне Наполеон заставил короля Карла отречься от престола и даровал титул короля Испании своему собственному брату Жозефу Тем летом когда Наполеон навязал Испании новую модернизированную конституцию а его брат Жозеф вступил в Мадрид в качестве ее нового короля испанцы отреагировали с яростью Французы были не просто высокомерными иностранцами попирающими их национальную честь они были безбожными атеистами которые во время французской революции отвергли папу римского и католическую церковь Наполеон предупреждали священники крестьян был самим антихристом восстания вспыхнули по всей стране к испанской армии присоединились ополченцы и партизаны которые нападали на французские войска и убивали коллаборационистов французские солдаты проводили жестокие репрессии не щадили никого бесчисленные зверства ужаснули франциско Гойю и привели его к знаменитой серии бедствия войны сначала казалось что французы легко подавят восстание Жирона Валенсия и Сарагоса были осаждены французскими войсками в то время как испанская армия Галисии была разбита маршалом Бесьером в битве Примедина Дель Реосеко но восемь дней спустя когда генерал Дюпон и три французские дивизии вышли из Кордовы замедленные повозками груженными добычей они были окружены в Байлене андалузской армией генерала Кастаньоса и вынуждены были сдаться испанцы взяли в плен 18 тысяч французов около половины из которых позже умерли от голода Байлен был унижением для Франции ее первым крупным поражением с тех пор как Наполеон стал императором враги Франции по всей Европе были в восторге Наполеон был вне себя от ярости ситуация становилась все хуже и хуже португальцы присоединились к восстанию в то время как ожесточенное сопротивление испанцев вынудило французов отказаться от осады Валенсии Жироны и Сарагосы новый король Испании Жозеф Бонапарт даже был вынужден бежать из столицы британцы помогли восстанию которое испанцы теперь называли войной за независимость отправив оружие в Испанию с помощью королевского флота 1 августа небольшая британская армия под командованием сэра Артура Уэлсли высадилась в Португалии чтобы помочь их восстанию 17 августа он разбил небольшой французский отряд при Ралисе а затем 4 дня спустя разбил главную армию Жюно в битве при Вимейру но недавно прибывший начальник Уэлсли сэр Хью Далримбл затем согласился репатриировать Жюно и его армию во Францию со всем их оружием и награбленным используя британские корабли в Британии щедрые условия были восприняты как позор и скандал последующее расследование оправдало Уэлсли будущего герцога Веллингтона но Далримбл больше никогда не командовал Наполеон Наполеон решил что единственный способ разобраться с ситуацией в Испании это отправиться туда самому он собрал подкрепление в 130 тысяч солдат в том числе многие из его лучших войск и 7 ноября возглавил второе вторжение в Испанию Большинство испанских войск были неопытны часто плохо экипированы и управляемы а их армии не имели последовательной стратегии они не могли сравниться с великой армией которая прорвалась через реку Эбро и нанесла тяжелое поражение испанцам при Бургосе и Туделе при Туделе третий корпус маршала Ланна отомстил за поражение при Байлене разгромив армию генерала Кастаньоса заставив ее бежать в двух направлениях Наполеон быстро продвигался вперед к северу от Мадрида 8 тысяч испанцев удерживали горный перевал Самосьера Наполеон которому не терпелось прорваться к столице приказал выдвинуть вперед польскую легкую гвардейскую кавалерию В приступе почти самоубийственной храбрости они атаковали испанские орудия лоб в лоб и позволили французам захватить перевал Четыре дня спустя после того как Наполеон пригрозил стереть город с лица земли Мадрид открыл свои ворота для его армии Не подозревая о катастрофе охватившей испанские войска британская армия численностью 20 тысяч человек под командованием сэра Джона Мура только что прибыла в Саламанку после 500-километрового марша из Лиссабона с еще одним небольшим отрядом на пути из Коруньи Британская армия была неопытна но в отличие от большинства испанских войск она была хорошо обучена организована и руководима Когда до Мура дошли новости о крахе Испании он тем не менее планировал отвлечь французские войска атаковав изолированный второй корпус маршала Сульта и угрожая коммуникациям Наполеона с Бургасом и Францией В Саагуне 21 декабря британский 15-й гусарский полк продвинулся ночью сквозь зимние морозы и на рассвете атаковал французскую кавалерийскую бригаду разгромив ее одним мощным ударом Но когда Мур готовил полномасштабную атаку на корпус Сульта он получил известие что Наполеон быстро продвигается к нему со своей главной армией из Мадрида В то время как два французских корпуса под командованием маршала Ланна начали вторую кровавую осаду Сарагоссы Наполеон увидел шанс наконец-то сразиться с англичанами намереваясь заманить Мура в ловушку между его армией и вторым корпусом Сульта он форсированным маршем повел свои войска через ледяной перевал Гвадарама в разгар снежной бури Мур столкнувшись с преимуществом врага более чем два к одному немедленно приказал отступать планируя пройти 400 километров до побережья где его армия могла быть эвакуирована Королевским флотом Для обеих сторон гонка к морю была изнурительной пробежкой через горы грязь и сильный холод Многие оказались деморализованы Британская дисциплина рухнула что привело к грабежам и пьянству За исключением Ариегарда который провел несколько виртуозных задержек и удерживал французов в страхе Солдаты элитной британской 95-й стрелковой дивизии отличились в этих стычках Этот специализированный полк легкой пехоты носил зеленую форму для лучшей маскировки и был одним из немногих подразделений вооруженных винтовками В отличие от стандартного гладкоствольного мушкета винтовки имели нарезные стволы которые вращали пулю при выстреле что замедляло их перезарядку но били гораздо точнее В одном легендарном инциденте во время отступления Мура в Кокобелосе стрелок Том Планкет прицелился и застрелил французского генерала с 360 метров некоторые говорят что дальше Благодаря мастерству Арьегарда и отчаянному темпу отступления англичане держались на шаг впереди французов В канун Нового года Наполеон получил серьезные новости из Парижа слухи о заговорах и о том что Австрия снова мобилизуется для войны Император немедленно отбыл во Францию забрав с собой многих из своих лучших войск и поручил маршалу Сульту и второму корпусу покончить с англичанами Преследование продолжалось но 11 января 1809 года потрепанная армия Мура достигла Корунги Для измученной армии сэра Джона Мура испанский порт означал припасы отдых и перспективу спасения но 11 числа там было мало кораблей чтобы забрать их к счастью британцы смогли взорвать мосты позади себя чтобы задержать наступление маршала Сульта и три дня спустя 14 января прибыли морские транспорты позволившие Муру начать погрузку своей кавалерии и артиллерии но уже на следующий день армия Сульта появилась на холмах к югу от Корунги заняв позиции на высотах Пиньяскеда где он разместил свою главную пушечную батарею половина армии Мура развернулась на оборонительной линии в трех километрах к югу от города а две дивизии были отведены для защиты его правого фланга обе армии насчитывали примерно 16 тысяч человек у французов было 4 полка драгун в то время как британская кавалерия уже находилась на борту корабля но пересеченная местность со стенами изгородями и оливковыми деревьями делала поле боя неподходящим для кавалерии план Сульта состоял в том чтобы атаковать правый фланг британцев и заманить армию Мура в ловушку у моря около 2 часов дня французская артиллерия открыла огонь затем пехотная дивизия Мерме двинулась вперед поддерживаемая драгунами Деля Уссе слева от него Мур не был уверен нападет ли Сульт и только что приказал дивизии Пейджета начать погрузку теперь он поспешно отменил этот приказ приказав Пейджету вместо этого вывести своих людей для усиления своего открытого фланга а дивизии Фрейзера занять позиции на высотах Санта-Маргариты Французы продвигались через изгороди и стены ведя интенсивный огонь с обеих сторон Затем англичане контратаковали 42-й горский полк и 50-й пехотный ворвались в деревню Эльвира и вытеснили французов Но в запутанной борьбе они в свою очередь вскоре были оттеснены на свои собственные позиции Сэр Джон Мур находился недалеко от линии фронта наблюдая за развитием событий руководя офицерами и солдатами Но когда он приказывал гвардейской бригаде усилить линию обороны в плечо ему попало пушечное ядро Он оставался в сознании но было очевидно что рано смертельно и его отнесли обратно в город Сульт послал вперед дивизию Мерля чтобы поддержать атаку на Эльвинью Шотландский генерал сэр Джон Хоуп принял командование британской армии от умирающего Мура и приказал выдвинуть два батальона пехоты навстречу французской атаке Теперь дивизия Пейджета возглавляемая стрелками 95-го стрелкового полка прибыла чтобы укрепить правый фланг британцев местность была настолько плохой для лошадей что французские драгуны решили спешиться и сражаться пешком но были медленно оттеснены англичанами продвижение Пейджета угрожало флангу атаки Мерме на Эльвинью и он тоже был вынужден отступить в то время как атака справа пехоты Делаборда закрепилась в деревне Пьедролонга но завязла в тяжелой перестрелке Около шести часов вечера наступили сумерки и стрельба на поле боя прекратилась новость о том что британская оборона выдержала достигла Мура незадолго до его смерти в Корунье около восьми вечера в ту ночь британцы разожгли походные костры и выставили часовых а после тихо отступили в Корунью чтобы начать погрузку на следующее утро французы обнаружили вражеские позиции покинутыми но они не спешили воспользоваться этим преимуществом только в полдень они смогли поднять шесть пушек и установить их на позиции с видом на залив Корунья Англичане почти завершили эвакуацию к тому времени когда французские орудия открыли огонь в спешном отступлении несколько британских транспортов сели на мель а два были подожжены но в целом потери были незначительными небольшой испанский гарнизон удерживал Корунью ожидая пока британский флот сбежит прежде чем сдаться было ли отступление Мура в Корунью британской катастрофой или чудесным спасением остается предметом спора и по сей день бросила ли его армия Испанию в трудный час или отвлекла главные силы Наполеона выигрывая время для союзников В любом случае единственная британская армия была спасена и вернется чтобы сразиться в другой раз в то время как Наполеон теперь столкнулся с перспективой длительной войны на Пиренейском полуострове и возобновлением конфликта с Австрией война на два фронта которая бросит вызов его империи как никогда раньше Наполеон совершил грубую ошибку в Испании но прошли годы прежде чем масштаб его ошибки стал очевиден позже он скажет я довольно неудачно взялся за это дело признаю это безнравственность проявлялась слишком явно несправедливость была слишком циничной все это остается очень неприятным в 1809 году Франция при Наполеоне Бонапарте была самой могущественной страной в Европе но вторжение французского императора в Испанию и Португалию в предыдущем году не принесло той легкой победы на которую он рассчитывал а многие лучшие войска и командиры Наполеона теперь были привязаны к Испании старый враг готовился вновь бросить вызов Франции Австрия готовилась к войне с Францией с момента своего последнего унизительного поражения под Аустерлицем в 1805 году теперь когда Наполеон был занят в Испании а Британия обещала денежные субсидии и поддерживающие наступление с севера это выглядело идеальным временем для нанесения удара на этот раз австрийские войска возглавил эрцгерцог Карл младший брат императора Франца в 37 лет он был на 2 года моложе Наполеона но уже имел 15-летний опыт высшего командования и извлекал уроки из прошлых поражений он начал реформировать австрийскую армию по французскому образцу копируя корпусную систему Наполеона и внедряя новую пехотную тактику в наполеоновских войнах пехота сражалась в тесном строю собравшись вместе стоя плечом к плечу но зачем представлять такую легкую мишень для врага во-первых командование и управление до появления радио приказы приходилось передавать с помощью криков барабанов или горнов достаточно сложное занятие в дыму и грохоти боя почти невозможное если войска рассредоточены во-вторых огневая мощь гладкоствольные мушкеты были неточны на расстоянии более 75 метров поэтому залповый огонь было лучшим способом нанести физический и психологический урон противнику в-третьих моральный дух солдаты с гораздо большей готовностью шли вперед навстречу опасности или удерживали строй если они делали это вместе подбадривая друг друга в-четвертых защита от кавалерии разрозненные пехотинцы были легкой мишенью для всадников только держась вместе они могли отбиться от них основной тактической единицей пехоты был батальон теоретически французский линейный батальон насчитывал 840 человек но на практике от 500 до 600 в нашем примере 605 типичная численность для батальона в походе солдаты были разделены на 6 рот 4 фузелерные роты и 2 фланговые роты справа гренадеры состоящие из самых высоких и сильных людей часто выделяемых для формирования элитных общевойсковых гренадерских подразделений и слева вольтежоры специализированная легкая пехота используемая для стычек перед батальоном застрельщики передвигались самостоятельно использовали укрытие и вели огонь по желанию чтобы преследовать и отвлекать противника не позволяя вражеским застрельщикам выполнять ту же задачу большинство армий также имели специализированные подразделения легкой пехоты для этой роли такие как британский 95-й стрелковый полк французские пешие шоссеры австрийские и прусские егерские батальоны традиционным построением на поле боя была линия все роты выстраивались рядом друг с другом в три шеренги линейное построение максимизировало количество людей которые могли стрелять из своих мушкетов по врагу и ограничивало потери от артиллерийского огня но оно было чрезвычайно уязвимо для кавалерии если его удавалось обойти с фланга и даже для хорошо обученных войск было трудно сохранить ровный строй при продвижении по пересеченной местности поэтому для маневра и атаки батальоны обычно формировали дивизионную колонну это был более гибкий строй позволяющий батальону быстро продвигаться вперед хотя он представлял собой легкую цель для вражеских орудий стрелявших сплошным снарядом который мог пробить несколько шеренг и гораздо меньше людей в этот момент могли стрелять из своих мушкетов по врагу теоретически батальон должен был развернуться в линию до того как достигнет противника но совершить этот медленный маневр под огнем не всегда было возможно или разумно поэтому некоторые командиры держали своих людей в колонне полагаясь на импульс чтобы прорвать линию противника это была рискованная тактика которая часто срабатывала против неопытных войск но приводила к большим потерям при столкновении с более обученной пехотой например британскими красными мундирами колонна могла быстро сомкнуться для защиты от кавалерии или если было время могла образовать каре с примкнутыми штыками батальон формировал круговую оборону которая часто напоминала скорее прямоугольник вражеская кавалерия могла окружить батальон но не ворваться внутрь так как лошади не смогут атаковать сплошную стену из людей и штыков но каре был чрезвычайно уязвим для артиллерийского огня и мог двигаться очень медленно быстрый и плавный переход из одного строя в другой особенно под огнем требовал подготовки практики и опыта в 1809 году австрийская армия начала использовать формирование батальонной массы грубая но более подходящая для наспех обученных новобранцев это была плотная колонна с ограниченной огневой мощью и большой уязвимостью для вражеских пушек но она могла быстро сомкнуться для отражения кавалерии используя тот же принцип что и каре но без сложного построения и была гораздо более маневренной наполеон предупрежденный своими шпионами о том что Австрия готовится к войне покинул Испанию и помчался в Париж куда прибыл 24 января 1809 года французская армия в Германии которой командовал маршал Бертье нуждалась в срочном подкреплении поэтому Наполеон вызвал отряды из Испании призвал молодых новобранцев и солдат из своих немецких союзников Парейнской конфедерации Великая армия уже не была тем отточенным инструментом 1805 года но с Наполеоном во главе она по-прежнему представляла собой грозную силу Эрцгерцог Карл приказал провести отвлекающие атаки в Польше и Северной Италии и 10 апреля начал свою главную атаку против союзника Франции Баварии она пришлась на неделю раньше чем ожидал Наполеон и застала французского императора врасплох Карл рассчитывал на быстрое продвижение но в последнюю минуту планы изменились проливной дождь и медленно движущиеся обозы с припасами замедлили передвижение маршал Бертье был блестящим начальником штаба Наполеона но нерешительным полевым командиром его силы были слишком сильно рассредоточены а третий корпус маршала Даву был опасно изолирован в Регенсбурге Карл приказал своему корпусу сблизиться и уничтожить его но 17 апреля Наполеон прибыл в Донауверт чтобы принять командование он немедленно приказал Даву уйти со своей открытой позиции было уже слишком поздно чтобы он мог сбежать без боя третий корпус Даву был одним из лучших в Великой Армии и в быстро развивающемся сражении на лесистых холмах герои Ауэрштата отбросили австрийцев несмотря на героизм генерал-майора Лихтенштейна тяжело раненого при продвижении со своими войсками вперед третий корпус вырвался из окружения битва при Тойгенхаусен стала началом так называемой четырехдневной кампании Наполеона во-первых он использовал седьмой корпус маршал Лефевра и временно созданный второй корпус под командованием маршала Ланна чтобы вбить клин в австрийскую армию затем он преследовал ее левое крыло в направлении Лансхута полагая что следует за главной австрийской армией французские войска и их немецкие союзники взяли штурмом городской мост и одержали победу с большим трудом но Наполеон понял что эрцгерцога Карла нет в Лансхуте он снова оставил маршала противостоять главным силам противника отправив маршала Бессиера в погоню за австрийским левым крылом Наполеон двинулся на север и настиг австрийский четвертый корпус у Экмюля французы и их немецкие союзники одержали четвертую победу за несколько дней но главные силы Карла были еще в строю и надеясь сохранить их он приказал быстро отступать через Дунай французы преследовали штурмуя обнесенный стеной город Регенсбург с его жизненно важным каменным мостом Наполеон поручил командование штурмом маршалу Ланну когда атака не удалась Ланн пригрозил что лично возглавит следующее наступление его люди достойно наказанные взяли город во время осады Наполеон был ранен в ногу выпущенной пулей что вызвало всеобщую тревогу однако рана оказалась поверхностной упорное сопротивление австрийцев позволило эрцгерцогу Карлу и его армии бежать через Дунай Наполеон разрезал австрийскую армию пополам но обе части теперь в полном порядке отступали к Вене наполеон наполеон повел свои войска в погоню отделив баварский корпус Лефевра для борьбы с народным восстанием в Тироле а также третий французский корпус и восьмой корпус Вюртемберга для охраны линии коммуникаций Карл решил не защищать столицу которая сдалась 13 мая после короткой бомбардировки Вместо этого Карл и австрийская армия затаились за Дунаем у Наполеона оставалось всего 80 тысяч человек против 110 тысяч австрийцев Армия Карла храбро и хорошо сражалась на протяжении всей кампании но Наполеон по-прежнему был невысокого мнения об австрийских войсках и решил атаковать В ночь на 20 мая французские инженеры спешно построили ряд плавучих мостов между островами реки Дунай и французские войска начали переправу К полудню следующего дня Наполеон переправил через реку большую часть четвертого корпуса Массена и его кавалерию около 24 тысяч человек и 40 орудий удерживая деревни Асперн и Эслинг Наполеон ожидал что австрийцы снова отступят и что он столкнется только с Рьегардом но вскоре поступили сообщения что вся австрийская армия движется против него в пяти атакующих колоннах 90 тысяч человек и 300 пушек Ситуация стала еще хуже австрийцы начали сплавлять по реке тяжелые баржи и препятствия чтобы разбить хлипкий французский мост Единственный путь снабжения Наполеона был отрезан на несколько часов что привело к критическим задержкам в прибытии подкреплений и боеприпасов Сражение началось около 14.45 когда пехота австрийской первой колонны атаковала Асперн Вскоре деревня была атакована с трех сторон Французский гарнизон генерала Молитора отчаянно сопротивлялся сражаясь в рукопашную на улицах и понес 50% потерь Чтобы поддержать защитников Асперна Наполеон приказал кавалерии атаковать австрийскую третью колонну но они не смогли прорваться через австрийскую пехоту сомкнутую в своем батальонном массовом строю В шесть часов вечера эрцгерцог Карл приказал второй колонне генерала Беллигарда взять Асперн любой ценой Сам Карл скакал в первых рядах призывая людей идти вперед В ходе ожесточенных боев австрийцы взяли деревню Наполеон немедленно направил вновь прибывшие подкрепления чтобы отбить ее Примерно в это же время австрийская четвертая колонна начала атаку на деревню Эслинг где маршал Лан занял оборону ожидая пока его собственный корпус переправится через Дунай первая австрийская атака была отбита ветеран французской кавалерии генерал де Испань повел своих кирасиров в погоню он был ранен кортечью и вскоре умер около 9 часов вечера австрийская пятая колонна наконец прибыла на позиции и предприняла первую атаку на Эслинг которая была отброшена войсками Ланна с наступлением ночи стрельба на поле боя стихла и люди смогли отдохнуть среди мертвых и раненых ночью второй корпус и императорская гвардия переправились через Дунай чтобы усилить армию Наполеона которая теперь насчитывала 71 тысячу человек и 150 орудий но затем мост снова сломался оставив третий корпус даву ждать переправы тем не менее Наполеон решил атаковать используя второй корпус чтобы прорвать австрийский центр но сначала Асперн должен быть отбит перед рассветом в деревне начались ожесточенные бои к 7 утра он снова был в руках французов в Эслинге новые атаки австрийцев были отбиты кавалерией генерала Лассаля и подразделениями и подразделениями молодой гвардии обеспечив безопасность обоих флангов Наполеон начал свою главную атаку в центре со вторым корпусом Ланна австрийские пушки поливали огнем наступающие французские ряды генералу Сент-Илеру возглавлявшему атаку герою Аустерлица и Йены оторвало ногу рана оказалась смертельной Герцгерцог Карл направил свой гренадерский резерв вперед для укрепления линии французская пехота под проливным огнем начала отступать в этот критический момент французский мост через Дунай был снова сломан что остановило жизненно важный поток подкреплений и боеприпасов для армии Наполеона к двум часам дня французы были снова вытеснены из Асперна ожесточенные бои продолжались в Эслинге который на короткое время был захвачен австрийцами а затем вновь взят молодой гвардией Наполеон знал что его армия не в состоянии сделать больше в 4 часа дня он приказал своей измотанной кавалерии сделать последний бросок чтобы удержать врага на расстоянии а затем отдал приказ об отступлении эрцгерцог Карл чья собственная армия понесла огромные потери и испытывала нехватку боеприпасов довольствовался тем что наблюдал за отходом французов к острову Лобау в последние минуты сражения маршал Лан один из лучших полководцев и ближайших друзей Наполеона был сражен пушечным ядром которое раздробило ему обе ноги он умер от ран через неделю это был тяжелый удар для императора двухдневное сражение при Аспернеслинге стало первым крупным поражением Наполеона вызванным его излишней самоуверенностью и поспешным планированием обе стороны понесли большие потери и Наполеон избежал гораздо большей катастрофы только благодаря истощению австрийской армии французский император научился уважать австрийцев при эрцгерцоге Карле они сражались храбро с большей уверенностью организованностью и лидерством через несколько дней после поражения Наполеон вызвал подкрепление чтобы присоединиться к ним на Дунае и начал планировать свое возмездие В мае 1809 года австрийцы разгромили армию Наполеона в кровопролитной битве при Асперне его враги воспрянули духом после многих лет военного господства Франции казалось что наконец-то наступил перелом три недели спустя Папа Пий седьмой отлучил Наполеона от церкви за аннексию папских земель еще один пропагандистский переворот для его врагов но после победы Австрия колебалась не зная искать ли мира или продолжать войну в ответ Наполеон проявил ураганную активность он вызвал подкрепление чтобы присоединиться к нему под Веной итальянскую армию под командованием его пасынка Эжена де Багарне и 11-й корпус под командованием маршала Мормона который вместе вытеснили австрийскую армию эрцгерцога Иоганна из северной Италии а также саксонский 9-й корпус маршала Бернадотта Армия Наполеона выросла с 90 тысяч до 164 тысяч человек и 544 орудий противостоящая армия Карла насчитывала 128 тысяч человек и 414 орудий через 6 недель после того как первая попытка закончилась поражением Наполеон приказал своей армии еще раз пересечь реку на этот раз его инженеры построили прочные мосты через Дунай чтобы не повторилась катастрофа Асперна для французской армии заявил Наполеон Дунай больше не существует было подготовлено все для крупнейшего сражения в европейской истории Вечером 4 июля под проливным дождем французы начали переправу с острова Лабау не в сторону опустошенных деревень Асперна и Эслинга а на восток в направлении Гросс-Энцерсдорфа вскоре охваченного огнем французских снарядов эрцгерцог Карл оставил лишь небольшой передовой отряд чтобы задержать французов к рассвету 4-й корпус Массена и 2-й корпус Удино оттеснили эти войска назад выиграв пространство для развертывания французской армии В час дня Наполеон был готов начать наступление через 10 км плоских кукурузных полей к главной австрийской позиции уступ известный как Ваграм в 100 метрах за ручьем Рузбах В то время как легкая кавалерия генерала Лассаля и 4-й корпус Массена развернулись слева для охраны фланга 2-й корпус Удино и 3-й корпус Даву продвинулись к Ваграму Саксонский корпус Бернадотто и итальянская армия Эжена заполнили центр В 6 часов вечера не зная сил противника Наполеон приказал начать полномасштабное наступление на Плато Ваграм Но его войска встретили решительное сопротивление австрийцев на всем протяжении линии К сумеркам саксонский 9-й корпус ворвался в деревню Дойч Ваграм Саксонская пехота носила белую форму как и австрийцы И с наступлением темноты их приняли за врага и начали обстреливать дружественные части Саксы запаниковали и бежали с большими потерями Попытка Наполеона совершить быстрый прорыв Абрам В ту ночь обе армии спали под открытым небом А Карл и Наполеон планировали свои дальнейшие действия На второй день Наполеон планировал что третий корпус ДАВУ возглавит атаку обрушившись на фланг австрийцев в то время как другие его корпуса прижмут противника локальными атаками Но к ярости императора он узнал что за ночь без приказа маршал Бернадот вывел своих потрепанных саксонцев из Адеркла которую теперь заняли австрийцы Адеркла была важнейшим опорным пунктом в центре поля боя Наполеон отдал приказ о его немедленном захвате но атака французов и саксонцев провалилась понеся тяжелые потери у австрийцев были свои проблемы эрцгерцог Карл понимая что столкнулся с превосходящим противником решил что единственный шанс на победу всеохватывающая атака на рассвете он рассчитывал что его брат эрцгерцог Яган прибудет к нему с 13 тысячами подкреплений чтобы вовремя поддержать атаку слева но к рассвету его все еще не было видно более того когда четвертый корпус начал наступление на Гроссхофен вовремя третий корпус получивший приказ с опозданием все еще занимал позиции удерживая весь правый фланг австрийцев Карлу пришлось приказать четвертому корпусу отменить атаку без поддержки пока другие корпуса не будут готовы поскольку австрийцы были парализованы задержками в 10 часов утра Даву начал атаку в деревне Марк граф Нойзидель разгорелся ожесточенный бой пехоты а в поле драгуны и гусары сражались в гигантской кружащей голову кавалерийской битве когда каждая сторона пыталась обойти другую с фланга корпус Даву взял деревню но не смог остановить австрийцев отступивших на новую сильную позицию на Ваграмском уступе тем временем возникла серьезная угроза левому флангу и тылу Наполеона шестой корпус Клинау оттеснил превосходящих по численности французов причем некоторые части продвинулись вплоть до Эслинга в опасной близости от жизненно важных для Наполеона путей снабжения Наполеону срочно требовалось укрепить свой левый фланг но он также был намерен придержать свои резервы для решающей атаки поэтому он приказал четвертому корпусу Массена пройти через поле боя и укрепить левый фланг такая огромная передислокация прямо на глазах у противника была сопряжена с большим риском поэтому маршалу Бессиеру было приказано возглавить кавалерийскую атаку прямо на центр противника потери были высоки даже у маршала Бессиера под ним погибла лошадь к ужасу его людей но враг был отвлечен а четвертый корпус завершил передислокацию и заставил корпус Клинао отступить теперь Наполеон собрал грандиозную батарею из более чем 80 пушек в центре поля боя это была одна из фирменных тактик Наполеона концентрация артиллерии чтобы нарушить линию противника и подготовить почву для решающей французской атаки большая батарея выпустила примерно 15 тысяч снарядов осветив кукурузные поля около часа дня Наполеон отдал приказ о генеральной атаке Даву продолжал наступать на фланг противника четвертый корпус будет наступать слева второй корпус справа находясь в центре генерал Макдональд должен был вести вперед 8 тысяч человек из итальянской армии сформированных в гигантский трехсторонний квадрат чтобы защитить его фланги но не смотря на страшную французскую канонаду австрийский третий корпус и гренадеры резерва встретили французское наступление шквальным огнем гигантский квадрат Макдональда был разрезан на куски его люди были массово уничтожены пушечным огнем и атака застопорилась но австрийская армия потрепанная непрекращающимися французскими атаками была близка к развалу каждый участок линии находился под давлением французов эрцгерцог Карл решив прежде всего сохранить свою армию в целости приказал отступать австрийский отход был дисциплинированным и хорошо проведенным наполеон одержал победу но его армия была настолько устала и была деморализована тяжелыми потерями что не смогла начать эффективное преследование битва при Ваграме была жестокой схваткой самым крупным и кровопролитным сражением в истории Европы французская победа досталась беспрецедентной ценой по оценкам потери составили 37,5 тысяч французов против 41,5 тысяч австрийцев через 4 дня французские войска настигли отступающих австрийцев Уцнайма по мере эскалации боевых действий Карл понял что не сможет противостоять французам во второй раз и попросил о прекращении огня но он не посоветовался со своим старшим братом императором францем который был в ярости услышав эту новость не в последнюю очередь потому что долгожданная британская поддержка наконец-то была на подходе через 3 недели после битвы при Снайме крупнейшие морские десантные силы когда-либо собранные в Великобритании 35 линейных кораблей и 39 тысяч солдат высадились на острове Вальхерен в Усть-Ешельде их целью было уничтожение французского судоходства и военно-морских складов но после успешной бомбардировки и взятия флиссингена британские командиры упустили инициативу из своих рук их силы были зажаты французскими войсками на болотистом голландском побережье где они были уничтожены из-за лихорадки и дизентерии около 4 тысяч человек погибли многие стали инвалидами выжившие были эвакуированы обратно в Англию в декабре император Франц проинформированный о британском поражении и убежденный своими генералами что Австрия не может продолжать борьбу заключил мир с Наполеоном в октябре Австрия подписала Шонбрунский договор уступив территории Французской империи Баварии Саксонии Варшавскому герцогству и России в общей сложности Австрийская империя лишилась трех с половиной миллионов подданных была вынуждена выплатить репарации ограничить свою армию до 150 тысяч человек и присоединиться к наполеоновской континентальной блокаде что означало прекращение всякой торговли с британскими кораблями и торговцами Тем временем эрцгерцог Карл один из самых искусных противников Наполеона так сильно рассорился со своим братом императором Францем что больше никогда не принимал активного командования Наполеон одержал еще одну сокрушительную победу но были и тревожные признаки для французского императора его враги учились а ему все больше приходилось полагаться на молодых призывников чтобы заполнить пробелы оставленные ветеранами убитыми или ранеными во время кампании мало кто мог предположить в 1809 году что Наполеон только что провел свою последнюю победоносную кампанию В 1809 году Наполеон Бонапарт император французов был на пике своего могущества он только что одержал еще одну сокрушительную победу над Австрией при Ваграме и навязал ей унизительный мирный договор но война которую он начал в Испании и Португалии своим непродуманным вторжением в предыдущем году продолжала бушевать Наполеон посадил на испанский трон своего родного брата Жозефа настроив против него гордую страну его войска безжалостно расправлялись с народными восстаниями разгромив при этом целую череду испанских армий в феврале 1809 года маршал Ланн сломил героическую оборону Сарагоссы в ходе жестокой осады которая стоила жизни 54 тысяч испанцев и 10 тысяч французов но все же испанцы и португальцы оставались непокоренными через три месяца после побега из Коруньи англичане вернулись в апреле сэр Артур Уэлсли высадился в Лиссабоне во главе небольшой англо-португальской армии британские красные отряды будут сражаться вместе с португальскими войсками которые благодаря британской подготовке вскоре докажут свою высокую эффективность через три недели после прибытия в Португалию Уэлсли выступил против второго корпуса маршала Сульта который недавно взял порту Сульт и его войска занятые разграблением региона не имели информации о наступлении британцев и вскоре они начали стремительное отступление через горы в Испанию обеспечив на время безопасность Португалии Уэлсли запланировал совместную кампанию с генералом Куэстой командовавшим испанской армией эстромадуры 10 июля два командующих встретились в Касас де Мировете чтобы обсудить стратегию Отношения между этими двумя союзниками не были простыми У Великобритании и Испании была долгая история конфликтов Испанцы с глубоким подозрением относились к намерениям Великобритании в Испании а британцы были невысокого мнения об испанской армии которую считали плохо обученной и трудно управляемой Просьба Уэлсли взять на себя командование испанскими войсками была отклонена но генералы согласились на совместное продвижение Тежу к Мадриду которое должно было быть поддержано генералом Венигасом наступающим из Ла-Манчи перед лицом их наступления 1-й корпус маршала Виктора отступил к Талавере где к нему присоединились король Жозеф и 4-й корпус генерала Себастьяне по французскому плану армия Жозефа должна была оборонять Мадрид а маршал Сульт вел 3 корпуса с севера чтобы зайти в тыл англоиспанским войскам и заманить их в ловушку но Жозеф обеспокоенный медленным продвижением Сульта и наступлением генерала Венигаса на Мадрид решил атаковать у Талаверы В битве при Талавере британские пехотинцы приняли на себя основную тяжесть французской атаки они выстояли и отразили врага дисциплинированным мушкетным огнем и штыковыми атаками Талавера была небольшой битвой по сравнению с великими столкновениями произошедшими в том же году в Австрии но она доказала что под командованием Уэлсли небольшая хорошо обученная армия Великобритании была силой с которой нужно было считаться даже если в краткосрочной перспективе победа принесла мало результатов предупрежденная о приближении Сульта из захваченных депеш победоносная англо-испанская армия отступила в то время как король Жозеф с четвертым корпусом выступил против армии Венигаса и разбил ее в битве при Альманасиде Осенью того года верховная хунта в Севилье эффективное правительство свободной Испании собрала две новые армии для очередной попытки освобождения Мадрида планируя наступление на столицу с севера и юга Но Уэлсли получивший титул Виконта Веллингтона за победу при Талавере был настолько возмущен отсутствием испанского сотрудничества тем летом что отказался рисковать своей армией предсказуемо неопытные испанские армии столкнулись с катастрофой при Аканье они потерпели самое крупное поражение в войне когда меньшие силы под командованием маршала Сульта разгромили испанскую армию захватив 14 000 пленных и 50 пушек неделю спустя Северная армия потерпела тяжелое поражение при Альбо де Тормас были и другие плохие новости Жиро напала перед французами после грандиозной 7-месячной осады планы верховной хунты по захвату Мадрида пошли прахом а южная Испания теперь была открыта для широкого нападения Франции в январе 1810 года король Жозеф отправился на юг с армией в 60 000 человек перед лицом его наступления испанское сопротивление испарилось Верховная хунта Испании была свергнута в результате переворота а Кордова и Севилья пали без боя Жозеф все еще надеялся покорить испанцев своими прогрессивными реформами был встречен многими как спаситель от анархии только Кадис устоял его оборона была усилена британской морской эскадрой и был осажден первым корпусом Виктора Тем временем Наполеон отправил маршала Моссена в Испанию с 65 000 подкреплений он считался одним из лучших наполеоновских маршалов и только что получил звание князя Эслинга за свои подвиги в недавней войне против Австрии Моссена должен был возглавить третье французское вторжение в Португалию взять Лиссабон и прогнать англичан обратно в море он осадил Сьюдат Родриго укрепленный город контролировавший один из главных путей в Португалию тот сдался после двухнедельной бомбардировки Веллингтон имея всего 33 000 человек против 50 000 Моссена отступил Моссена перешел португальскую границу и осадил Алмейду после 13 часов обстрела удачный французский выстрел попал в португальский склад 70 тонн пороха взлетели на воздух в результате разрушительного взрыва сделавшим бесполезным все дальнейшее сопротивление это был серьезный удар для Веллингтона который полагался на сильную защиту Алмейды чтобы выиграть время в Бусаку он нашел сильную оборонительную позицию и закрепился на ней фронтальная атака Моссена направленная вверх по склону провалилась и обошлась в 4000 жертв но на следующий день французы нашли способ обойти позицию Веллингтона и его отступление продолжилось когда армия Моссена приблизилась к Лиссабону его разведчики сообщили нечто совершенно неожиданное протянувшись через Лиссабонский полуостров защищая город от нападения они обнаружили новую цепь укреплений состоящую из двух основных линий известные как линии Ториш-Ведраш британцы и португальцы строили эти оборонительные сооружения более года теперь на линии громыхало более сотни фортов редутов и батарей укомплектованных 30 тысячами солдат и 250 орудиями Моссена вскоре обнаружил что линии слишком сильны чтобы он мог их атаковать более того стратегия выжженной земли лишило окрестностей всего что могло помочь французам в то время как португальские партизаны нападали на французские колонны снабжения пробивавшиеся через горы к армии Моссена оказался в мрачном положении не хватало припасов он был слишком слаб для атаки но не желал отступать однако на протяжении всего этого противостояния больше всего страдали португальские крестьяне когда их деревни и фермы были сожжены многие укрылись в лиссабоне где тысячи умерли от голода и болезней вернувшись во францию наполеон был озабочен разводом с императрицей жозефиной а затем новым браком с эрцгерцогиней марией луизой дочерью императора австрии теперь она ожидала их первого ребенка тем не менее из парижа наполеон часто отправлял приказы своим маршалом в испании и португалии призывая их к более агрессивным действиям но когда эти приказы приходили спустя несколько недель они как правило оказывались устаревшими и не демонстрировали понимание проблем с которыми сталкивались его маршалы теперь он приказал сульту находившемуся в андалусии перейти в наступление дабы отвлечь силы противника от лиссабона чтобы массына мог взять город сульт осадил бодохоз укрепленный город контролирующий южный путь в португалию когда 12 тысяч человек из армии эстромадуры выступили на помощь они были разбиты сультом после чего город покорно сдался потеряв 8 тысяч пленными и огромное количество запасов это был еще один тяжелый удар по вооруженным силам Испании но удивительно что несмотря на такие катастрофы и множество промахов генералов испанские войска по-прежнему были готовы сражаться а мужество рядового состава оставалось непоколебимым первый корпус Виктора осаждавший Кадис теперь был настолько ослаблен для сохранения окружения что англо-испанский гарнизон решил атаковать союзники высадились на побережье чтобы ударить по французским линиям снабжения с тыла но они попали в засаду устроенную французами в Бароссе несмотря на тяжелые потери англо-португальский оригард отбил врага но яростная ссора между британским командующим сэром Томасом Грэхомом и его испанским коллегой генералом Ла Пеньей свела на нет все преимущества Сульт встревоженный таким развитием событий вернулся в Андалусию тем временем Массена лишившись продовольствия и не имея перспектив на подкрепление не имел другого выхода кроме как отступить армия Веллингтона отправилась в погоню обнаружив свидетельство нескольких ужасающих зверств совершенных французами против португальских жителей шли бои с французским оригардом которым блестяще командовал маршал Ней пока тот не был уволен Массена за критику его руководства выгнав французов из Португалии Веллингтон осадил Алмейду армия Массена теперь отдохнувшая и получившая подкрепление выступила на помощь две армии снова столкнулись при Фуэнтес де Аньора за два дня тяжелых боев Массена не смог прорвать позиции Веллингтона и освободить Алмейду крепость пала на следующей неделе но к ярости Веллингтона британская ошибка позволила большей части французского гарнизона бежать Массена потерял 25 тысяч человек в Португалии теперь он потерял и Алмейду а ряд неверных решений не в последнюю очередь взятия с собой в поход любовницу стоили ему уважения офицеров Маршал, которого Наполеон однажды прозвал «любимое дитя победы» был отозван во Францию с позором и больше никогда не занимал высших командных должностей Наполеон послал на его место маршала Мормона тем временем маршал Берисфорд британский командующий португальской армии был послан с двадцатью тысячами британских и португальских войск отбить бодохоз когда Сульт подошел с силами помощи Берисфорд выступил ему навстречу к Альбуэре это было одно из самых кровопролитных сражений войны около шести тысяч потерь с каждой стороны более трети британской пехоты было убито ранено или взято в плен маршал Сульт заявил этих солдат не победить несмотря на их генералов я всегда считал их плохими солдатами и теперь я в этом убедился я опрокинул их правый фланг пронзил их центр и везде победа была за мной но они не умеют отступать Сульт был остановлен но он был полон решимости спасти бодохоз недавно прибывший маршал мормон отправился ему на помощь и они снова пошли вперед эта объединенная армия заставила англичан отказаться от осады но когда Веллингтон отошел на сильную оборонительную позицию по ту сторону португальской границы Сульт и Мормон не стали его преследовать французские командиры в Испании прониклись уважением к Веллингтону и стойкости его войск на данный момент война в Испании зашла в тупик В то время как британские французские и испанские армии пересекали Испанию и Португалию в горах холмах и лесах каждый день шла другая война С 1808 года испанские и португальские гражданские ополченцы и бывшие солдаты начали брать в руки оружие против ненавистного французского захватчика Они вели войну из засад и налетов известную на испанском языке как «Ля Герилья» «Маленькая война» Бойцы этой организации стали известны на русском языке как «Партизаны» или «Гверильясы» Королевский флот Великобритании поставлял жизненно важное оружие припасы и деньги часто доставляя их в тыл врага Большая часть пересеченной сельской местности Испании оказалась под контролем партизан К северу от Мадрида Хуан Мартин Диас бывший солдат известный как «Эль Эмпесенада» упрямец возглавил сильный шеститысячный партизанский отряд В Наваре Эс-Пуземина бывший крестьянин руководил высокоорганизованной группой которая создавала хаос для французов захватывая конвои и курьеров на стратегически важной дороге Бургус-Байона и ставя клеймо «Вивамина» на лбу коллаборационистов На западе Хулиан Санчес известный как «Эль Чарро» возглавлял самозванных «Ланцерос де Кастилья» Сам Эль Чарро носил фуражку французского гусара с символически перевернутым орлом По всей Испании действовали десятки других банд хотя некоторые из них были не лучше бандитов терроризируя мирных жителей так же часто как и врагов Партизанская война была беспощадной отмеченной чудовищными зверствами с обеих сторон Больше всего французский солдат боялся попасть живым в руки партизан которые часто пытали своих пленников прежде чем убить их Десятки тысяч французских солдат были связаны этой народной войной охраняли аванпосты или патрулировали сельскую местность Дороги были настолько опасны для французских гонцов что им требовалось кавалерийское сопровождение в 200 человек и более Многие так и не доезжали их ценные депеши переправлялись в Веллингтону для которого они стали бесценным источником разведывательной информации Война в Испании в конечном итоге будет стоить жизни двум стам сорока тысячам французских солдат Как это было типично для воин той эпохи большинство умерло от болезней хотя потери от партизан казались больше обычного Однако именно двойная угроза хорошо управляемая регулярная армия под командованием Веллингтона и народное восстание поставило французов перед невозможной стратегической дилеммой если бы их армии оставались рассредоточенными для борьбы с партизанами Веллингтон мог бы атаковать а если бы они сосредоточились чтобы победить Веллингтона в сражении огромные территории страны быстро отошли бы к партизанам это был Вьетнам Наполеона или его кровоточащая язва как он ее называл война которая стоила его империи в среднем 100 человек каждый день без особых перспектив на победу А в 1812 году когда Наполеон начал свое гигантское вторжение в Россию Веллингтон и партизаны начали собственное наступление перевернувшее ход войны в Испании Спасибо за просмотр у нас есть телеграм-канал тикток группа вконтакте и твиттер ссылки будут в описании подписывайтесь там мы будем выкладывать интересные материалы по истории а также сообщать о выходе новых роликов а если вам понравилось это видео на наш канал поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями отдельная благодарность Кириллу Дрельюсу субтитры